Привет из Одессы! Мы забирали деньги у людей. Отжимали. Мы пили. Мы пили. Это была жесть, ребят. Привет, рыбки! С вами я, Лена Ангеловель. И прямо сейчас я ухожу из дома. Пошла я? Верь закрываю. Да ладно, не ухожу из дома. Просто еле чемодессу. Ну просто нет времени лучше для покраски ногтей, чем вход в дьюти-фри, понимаете? Только со мной такое может приключиться. Ну все, паспортные контроли прошла. Все, что нам достала. И теперь я иду в самое любимое место. Дьюти-фри. Давайте угадаем первое место, в которое Лена пойдет, чтобы закупаться в дьюти-фри. Нет, это не еда. Еда это второе. Первое. Это магазин игрушек. Давы не ослышлены с магазин игрушек. Знаете что, это был самый быстрый полет в моей жизни. Причем не по таймингу. Я просто его не почувствовала, я его весь проспала. А знаете почему? Потому что впервые в сомнете не кормили, я просто не боялась. Это про спание. Вот так надо. Учитесь. Здесь просто жесть, как холодно. Я люблю читать названия магазинов в СНГ. Это просто прелесть какая-то. Я помню, самое шикарное, что мы находили, это шатан было. Магазин убей рыбу. Зацените мой номер. Вот эта кроваточка. Я переодеваюсь и ложусь к спадке. Завтра у нас трудный день, потому что это будет еще не фестиваль, это день перед фестивалем. Короче, еще много интересного нас ждет. Не переключайтесь. В Молдове... В Молдове... Ой, что? Я нашла гамбургер черный, черного, прям черного-черного цвета с сомгой. И заиндеговалась, конечно, сразу. Да выглядит он, конечно, круче, чем кушается. Я не совсем понимаю сейчас погоду этой страны. Только вчера я закутывалась в три куртки, мне было дико холодно. И сейчас я пошла в жакете, мне дико жарко, потому что пляж, море и солнце. Супер! Ну а вечером меня ждал приятный сюрприз. Как оказалось, блогеры по очереди расписываются на футболках, которые будут на мероприятии продаваться. И что сейчас буду делать я? Я буду расписываться... А я тут в таких шикарных аппортаментах поменяла номерок. Пора на фестиваль. Вещая комнатка. Я не могу дождаться. Ну все, мы попрелились в автобус и отправляемся на фестиваль. Какой фестиваль? Кто сказал фестиваль? Все, уже начинается операторская работа такая же. Ну да. Влог. Это все еще с отбивки начинается сниматься. Это то самое место, здесь дофига других блогеров, я их не знаю. Видите, ребят, офигеть, сколько народу сюда просто пришло. Сейчас нас введут к какому-то секретному входу, в котором понадобится, не знаю. О каком секретном входе расскажи мне, пожалуйста. Не-не-не. Нас уносят, мне оторвали руку. Поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь. Это как Фиромир. Если вы подпишетесь на мой канал в следующей серии, я наконец-то умру. Вау, классно. Офигеть. Там даже дорожка красная. Ура, наконец-то мы пошли на фестиваль, получили свои пейджики. И можем направляться к нашим блогерским зонам. Началась фестивальная суматоха. На столе была вкусная еда. Но мне уже было все равно. Потому что я встретила ее. Спустя три года переписок мы с Чеширкой наконец-то увиделись. И, кстати, у обеих было чувство, как будто бы знаем друг друга всю жизнь. И понеслась. Это называется коллективная работа с ближайшей. Слушай. Мы шли по табличке развлекательная зона. И вот куда мы пришли. Фуалет. Ну развлекайтесь. Ладно-ладно, развлекательная зона на самом деле была реально классная. А я выиграла там золотую кнопку Ютуба. Пусть и не настоящую. Но трогательнее всего, конечно, было увидеть вас. Лена! 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 Смотрите, они все равно меня нашли! Спасибо за просмотр! Я просто рада видеть Лену. Много года поносила, и вот так и не случилось. Мечты сбываются, народ, приходите на такие штуки. Так приятно было. Она живая. Это мне? Да. Вау. Я хочу тебе моим еще вам подарок подарить. Давайте мы вам не можем. И все эти люди пришли посмотреть на видеоблогеров, на своих любимчиков. И если вы нас всех любите и себя больше шума, ребята! Ну что, а теперь давайте сделаем фото. Готовы? Итак, сейчас все, сейчас все посмотрите на вышку. Посмотрите на вышку. У меня вопрос к фотографам, которые на вышке. Если вы готовы, помышите ручки там. Ты устала? Вы понимаете, что нас сейчас на автобус ведет секьюрити? Секьюрити! Вот так надо! Понял, улыбаешься! Ну а третий день приготовил для нас безумно увлекательную экскурсию по Одессе. Что-что, а экскурсию по именно криминальным частям Одессы я не ожидала. То есть нам рассказывают именно саму историю всего криминализма Одессы. Самые криминальные места, самые криминальные памятники, взятки и всякие прочие интересные вещи. Это круто! Такого я не ожидала, правда. Аааааааааааааааа. Мими-ми-ми. Что вот это такое? Бомбаные, подводные. Да, мины. Глубоководные морские мины. Какая прелесть! Забавный. Ты вьёй! А потом мы отправились на квест. Вы в городе будете встречать людей и, встретив и пообщавшись с ними, вы должны, во-первых, расположить его к себе. Ни в коем случае не верить, что вы приезжие в Одессе. Вы говорите, думаете по-одесски. Вы должны расположить и пройти их испытания. Таким образом прийти в урок. Сдав экзамен, вы получите от него какую-то информацию к следующему такому же учителю. Что мне вам нужно? Вы по дороге можете эти виды найти. Это нужно. Для того, чтобы фотографироваться на фоне этого вида всей команды. Это сейчас возможность доказать, что вы коренные одессы. Когда вы пройдёте все испытания и вы узнаете адрес и время, вы мне сообщите и выдвигайтесь на это место. Ну что, мы начали наш квест. Наша задача сейчас разблочить воров. Узнать, что за наркотик был привезён в Одессу. И сфоткаться на фоне мест, которые у нас есть на фотографиях. Потом втираться в доверие и узнать, в каком месте, в какое время будет проходить какая-то сфотка. Скорее всего, она будет проходить в Ингентале. То есть мы в итоге должны появиться прямо там. Ну, не факт. Это логично. Мы должны быть первыми. Да. Всё. Всё, я понял. Мы идём на душу. Это всё. Думская площадь. Думская площадь. Нам нужно сделать ещё одну фотографию. Мы примерно движемся в тайное направление. Нужно сделать для того, чтобы потом показывать эту фотографию. А каким-то местным авторитетом. А детским, которые тупо решают всё. И в итоге мы будем всё-таки уже дальше спокойно разгадывать загадки. И находить тех или иных личностей. Да. Допустим, как у нас здесь вот пацан. Не-не-не, погоди. Всё верно. Не-не, нормально, нормально, идём пока. Колонны? Сзади видны колонны? А, да, колонны я вижу. Всё, они видны. Всё, ставим все. Раз, два и шестой. Здесь. Смотрим. Один, два, три. Раз и два. Всё. Как гласит восьмая заповедь? Как восьмая заповедь? Как восьмая заповедь? Извини, братан, я не знаю. Я не пойду. Извини, серьезно. Я не в курсе. Вот так в стриме. Ну всё, сейчас мы на частике застряли. Где они, где наши? Туда. Куда-то. Только вот задания у этого квеста оказались совсем не шуточные, так как нам пришлось научиться отжимать деньги. Реальные деньги. А вы, Тарик, не имеете играть? Да. Умеете? Да. Можно придумать что-то. Так у вас один из вариантов, да? У вас вариантов много. Да. Вам надо немножко хотя бы денег реально следить. Самое главное это процесс. Кто умеет играть? Играть он умеет. Женя пошел продавать прописку. На билеты домой, может быть. Помоги тебя домой добраться. Да. А ты с плаката? Конечно. Давай, давай. Смотрите, я с плаката на бухло. Так написать на бухло. На бухло, да. А то идем всей компашкой играть. На новую камеру. Это шатка, ребята. Может кто-то хочет там побыть. Что, все? Короче, ребята, мы нашли этого нашего красавчика. И сейчас будем... Все готовы? Все. Это очень тупо, ребята. Не видно, на что мы собираем его. На бухло. Что не видно? Зарисовать бутылочку вам? Конечно. Конечно, бутылочку. Дайте нам денег. Все, пойдем. 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 А ты просто это снимай как раз и так далее. Поеем Дед Максима, да? Давай, давай. Давай, давай, давай. Пошли. Пошли. Давай, давай. Поехали. Давай, давай. Поехали. Поехали. Спасибо, брат! Бую грядки по талону Он вошла по одни с ней Думы иконно Бую я все обжариваю И грядки он попал Бую я грядки поливал А сосед тётю Зину Он буял чирикам Зину А соседа дядю Бришу Бую я убью с нашим Обязательно Обязательно Раскуй давай Он спать Так можно и шоссов пищи Да всё же Наши перебили Смотри У меня ваш подход очень понравился По честному разводу Еще сигареты Это реально Отлично Отлично На самом деле мы не бьем Мы всех обманули Я вам говорю Ри 3 Просто запоминайте Вам пригодится Три 3 Запиши просто Я тоже записываю Как вы себя в роли афериста Я чувствую Я чувствую Я могу зарабатывать деньги Если закрою Это бульвар У лестницы музыкант Играющий на инструменте Баварским мастером Глаза и уши криминала Николаевский бульвар Удачи Я начинаю кричать А вы его спросили про наркотики? И все короче посмотрели Скажите а вы баяниста не видели? Ладно они стараются Вот они показывают они показывают Обамочки Вот он бедный вообще не знаю как там стоит целый день Вот баянист Ну я не думаю что это он Давайте попробуем И что нам требуется Мы хотим быть своими Попоем да А что петь будем Планты полные кефали В Одессу Костя привозил И все вынёжники вставали Когда в пивную он ходил Пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пам А пока ребята соревновались с пиратами В знаниях вкусов алкоголей Я была не там Потому что Собственно как обычно Не удивительно Бывает Бедненький Ты живой там? Да, да, все замечательно Сметана в пусте Так, что за разговор у вас Восьмая заповедь Простите Чего? Восьмая заповедь Чего? Торы что ли? Какая восьмая заповедь? Чего восьмая заповедь? Кодекс саморог Кодекс саморог Хорошо Беспрекословно выполнять все прихоти Так называемые сходки То есть вы меня решили проверить Я понял Лена вы привели надеюсь, нет? Да нет, все число Хорошо Так, вы у нас фрейрочки Которые хотят стать щепочками Ну правильно, да Хорошо Так, фрейрочки уселись уже сразу Давайте, шо Первое занятие Как грамотно сработать ферманчик? То есть нужно аккуратненько двумя пальчиками Как пинцетиками залазить Доказывает из-за чего? Толокольчик Глазки Ваши без слежа Знаете, зачем завязывались Уже глазки? Чтобы чувствовать хорошо Ага, очень нежно Так, чтобы не зазвенело Чуть-чуть левее Зачупало? Представляете ситуацию в трамвае Вот так вот стоит И... Ну, она стоит Внимание Он стоит И смотри Там вот этот Тогда декольте нужно иметь Очень хорошее Тогда точно это отвлекающий маневр Ну... Что-то вот это маршрутка Это для этих звезд Нет, нет Бог, ты такой Что-то там... А которая, да, вторая пара Не-не-не, парень, вы сюда смотрите Да У него маршрутка тусилась Нормально, хорошо Допускает Да Он чувствует, как у него Сердечко стукает Ну, он такой, думаю Это какая-то любовь, искра Женщина просто знакомится А что это там? И что-то происходит Смотрите Что за загадочки, разгадочки какие Я последний такой Да Ну, типа мы не успеваем Мы как бы понимаем, что нам нужно ехать в континенталь Ну что? Как ощущение? Ощущение? Знаете, что я сейчас свои легкие выплюну Потому что я вчера посадился И мы просто целый день Мы целый божий день ходили по этим квестам Совет как камера Вау В общем, мы ходили целый день по квестам с ребятами И это была жесть, ребята Мы теперь погуляли по Одессе действительно Да Стоптали все Не, оно было клево Мы забирали деньги у людей Я это уже говорил Отжимали Да Мы пили Мы пили Мы ходили На самом деле Мы, наверное, прошли полностью весь квест Я думаю, что мы смогли это сделать Потому что мы в самом начале квеста Мы разгадали Где будет этот сбор Это записано даже на видео Посмотрите Чтобы мы уже понимали Это Дерибасовская будет И мы вернемся в континенталь Я уверен, что на самом деле Мы дошли до конца Потому что мы реально почти везде успевали Почти нигде не тупили И я не думаю, что все прошли пять И побывали на всех местах По крайней мере, это мы сможем узнать Но мы всем скажем, что мы прошли все пять Мы скажем, что мы все пять прошли Потому что мы красавчики Мы молодцы Мы ходили Ура Ура Сладкий, ты доволен? Посмотри на нас Я знаю Скажите, а мы же так не угадали этот... Наркотик? Мне кажется, семечки Это логично А зачем мы фоткались-то? Я не понял Это был развод на групповое селфи просто Наверное, наверное, да Так, мы закладку нашли или нет? Подождите Мы закладку нашли Какую закладку? В смысле? Наркотики Вы что, закладку не искали в парке? Вы 15 минут ходили по парку и вы не нашли закладку? Какую закладку? Он же сказал Это конфетки, держите И все? Это я ее достал из кармана как-то Да, причем тут закладка Это троллинг? Аж Блин! Теперь заходим и включим Си-па-чи Что нужно нам сделать, чтобы пройти дальше? Мы выполнили фон Либо вытащили сами Какие-то ваши люди немножко с попасками Поэтому немножко тянем время Что заполняет нам это? Законы воровского мира Законы воровского мира Да Ну что же вы должны знать о немае Я стал спрашивать Вы, наверное, выучили уже все это? Конечно Оказывается, с этим квестом я совсем-совсем потерялась во времени, я сейчас опаздываю на свой самолет, я очень надеюсь, что я успею, потому что будет очень обидно, если это не так. А таким было мое путешествие в Одессу. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. А также предлагаю вам сыграть в игру в комментариях. Давайте узнаем, кто из вас лучше всех узнает ютуберов. Пишите в комментариях имя ютубера, которого узнали и момент видео, в котором вы его увидели. Посмотрим, кто узнает как можно больше. Ну а что касается меня, я спокойненько себе успела и на самолет, и в целости и сохранности вернулась в Израиль, чтобы снимать новые видео для вас. Так что любите игрушки, живите в сказке и вертик чудо, а мы увидимся очень скоро в новых видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok